Молодежный патриотический проект из Могилёва следует дорогами памяти и славы. Программа насыщенная, но в первую очередь гости обращаются к истокам. Возлагают цветы в мемориальном комплексе в честь советских воинов и партизан в Сычково. Следующая остановка Бобруйск. Уже две недели автопробег колесит по области и вместе с жителями посещает уникальные места. В нашем городе таких немало. У памятника танка на могиле генерала Бахарова многолюдно. Наш основной посыл это сила в единстве. Потому что мы считаем, что молодежь и все жители нашей Могилевской области, нашей республики Беларусь, как никогда сейчас должны объединиться и одним единым фронтом противостоять попыткам исказить историю. Отобрать у нас нашу победу, которую завоевывали наши деды и прадеды. Локация меняется на Бобруйскую крепость. В подарок городу у мемориала жертвам фашизма гости высаживают 24 молодых рябины. С собой забирают землю с территории бывшего концлагеря ДУЛАГ-131. Кесеты со всех регионов отправятся в будущий музей на Буйническом поле. Мемориальный комплекс создал заслуженный архитектор Беларуси Леонид Левин еще в 2014-м. Воздвигнут он на месте лагеря для военно-пленных, который размещался здесь в первый год войны. Братская могила стала последней колыбелью для 560 красноармейцев и 95 гражданских. Обязательная часть программы – знакомство с градообразующим предприятием. Белшина – один из крупнейших производителей в мире. Отдельное достоинство – завод сверхкрупногабаритных шин. Здесь создают резину с посадочным диаметром до 63 дюймов. В каждой хватит материала, чтобы обуть свыше 500 легковушек. Их используют самые большие карьерные самосвалы, масса которых больше 800 тонн. Побывать, посмотреть, как работают люди, как работают машины, размеры колес внушительные очень. Такого, конечно, нигде не увидишь. Очень приятно, что для нашего проекта провели такую экскурсию. Устаем, но это все окупается теми эмоциями, которые мы здесь получаем. Мы набираем новый опыт, мы много чего узнаем о тех временах войны. В принципе, очень интересные экскурсии, очень интересные диалоги с людьми. С собой патриотический проект привез собственную экспозицию. Два автобуса с музейными экспонатами. Первый посвящен Великой Отечественной внутри, советское и немецкое снаряжение, части военной техники, исторические справки. Второй рассказывает о современности, достижениях Могилевской области, в промышленности, медицине, образовании и строительстве. Экспозиция знакомит с гордостью местных предприятий. Здесь сладости красного пищевика, уникальная муфта Таима, рапсовое масло СПК-гигант. Об этой продукции известно далеко за пределами нашей страны. Экскурсия по Бобруйску подошла к концу. Дальше патриотический автопробег отправляется в Кировск. Завершится исторический маршрут 9 мая в Могилеве. Там организуют выставочную экспозицию и заложат парк в Подниколье. Все, чтобы память жила и передавалась из поколения в поколение.